Взлетают на 5 метров в высоту, перепрыгивают через трамплины и высокие насыпи. Скорость, адреналин, драйв. Александр Старостин свой первый вираж на мотоцикле сделал после нескольких месяцев тренировок. А потом начал оттачивать мастерство, делать новые трюки. Так и занимается мотоспортом уже 4 года. Мы любители с желанием кататься, желанием удовлетворять жажду скорости, так сказать. Ну и плюс физически это интересно. Чувство полета очень интересно. Адреналин, все это в совокупности толкает нас приходить на тренировки, заниматься. На тренировке десятки спортсменов на разных мотоциклах с разным уровнем подготовки и разного возраста. Самому маленькому Мишей 10 лет. Он падал с мотоцикла сотню раз. На мальчишку ни боль, ни ушибы не останавливают. Это серьезный вид спорта. Он для кого? Для мужчин, я думаю. Мне 4 года занимаюсь, потому что еще с отцом по лесу ездил. А в 7 лет уже поступил в школу мотокросса. Сейчас спортсмены опробуют новую трассу на Кузнецовском плато. Ее открыли несколько месяцев назад. А делали всем миром. Спортсмены и общественники в складчину нанимали технику, рассчитывались с рабочими. И теперь говорят, трасса соответствует всем мировым стандартам. Этот проект, этой трассы, опять же, он является проектом чемпионата мира гонок как раз мотоциклетных. И, собственно, взят по различным историям либо из чемпионата, который проводится в Таиланде, либо из чемпионата, который проводится в Бразилии. И длина трассы, и все элементы, они приближены именно к требованиям мировым. Сегодня у спортсменов последний тренировочный день. А уже завтра здесь пройдут соревнования по кантри-кроссу. Юлия Бычкова, Михаил Масленников. Афонтова новости.